Александр Евгеньевич, по традиции Ваш комментарий к этой игре, ее экспресс-анализ. В первую очередь, хотел бы поблагодарить всех болельщиков, ребят за сезон, всех с окончанием. Что касаемо игры, сегодня игра нам удалась, мы контролировали игру, хорошие достаточно атаки были и, естественно, счет у нас по раму. Вопросы есть? Что дальше будет происходить? Подготовка к новому сезону, мы еще не знаем в какой лифте, за эти два дня мы должны определиться. Вопросы? Виталий Викторович, замена в лотарях, в чем клиентов? Ну, последняя игра, как бы, ничего для нас не решала и мы Ивану дали шанс, тем более видно было, что он хотел. Но, по ряду причин мы до этого не могли бы ставить. Сегодня доверили, мне ставили довольную игру. И хочу отметить, и Роман Рьва, тоже он первый раз составил и вышел. В центральной зоне достаточно уверенно свернул. Не плетайте, у нас нет. Еще вопросы? А, тогда я задам? Да. Ну и от нашей стороны, хозяев. В общем, вы жаловались на качество игры своей команды. В этом матче она была лучше или нет? Ну, мы не жаловались. Мы говорили, что нам где-то что-то не хватает, указывали на ошибки. Это не жаловались. Сегодняшнюю игру, я еще раз повторяю, мы довольны. И той самоотдачей, в принципе, учитывая, что мотивации у нас особо не было. Я на остановке сказал, ребята, ну, премиальная, премиальная, последняя игра. Давайте и болельщиков порадуем. Порадовалась вся эта самоотдача и качество игры. За что я ребятам благодарю. А на этом фоне как вы выглядите? Ну, видите, команда молодая, перспективная. Я перед игрой с Андреем Лавасановым общался. Он говорил, у нас команда как бы на перспективу больше, чтобы ребята росли. И я считаю, из этой команды кто-то должен выйти. Играйте рангом выше, будем так говорить. Спасибо. А еще вопросы? Что у нас за Димашов Александр Ильич? Там колено, там, наверное, серьезно что-то. Надо делать обследование. Там боковая связка точно. Но самое главное, что крестообразная связка не была повреждена. Там стык такой неприятный будет. Но колено, сами понимаете, это очень серьезно. Будем надеяться, что будет все нормально. Александр Михайлович, если можно, итоги этого матча и итоги сезона для болельщиков в Подольских. Помните, что нас город смотрит. Может просто поразвернуть здесь, чтобы, скажем так, все выглядело более красиво. По игре видели. 4-2 проиграли. Жалко, конечно. 1-0 повели. Где-то, наверное, немножко расслабились. И сразу получили два мяча. Ну, во втором тайме. Пытались переломить ход игры. Не получилось. Получили еще два мяча. Так что неудовлетворительно сыграли. Сейчас ребята отдохнут и будем заново работать. Вопросы с гостей? Нет, а? Ну, у меня тогда вопросы, если кто-то не хочет. Как вы думаете, какой ключевой момент в матче и вообще мог ли в этом матче Витязь выиграть вообще? Если б видели, забили б мы, то, может, и выиграли. Воронеж забил 4-4. Результат. Кто больше забил, то выиграл. Но все равно можно же разложить по компонентам. Даже это же самое поражение. Но как вы видите, где чего-то не хватило, в какой зоне? Самые проблемы в обороне большие. Поменять даже некого в обороне. Где-то ребята на жилах играли. В предыдущих в Туле тоже. Где-то, может, недовосстановились. Немножко проблемы в скамейке запасные. Если были более опытные футболисты, было бы полегче. Видите, у нас 19-летние и 17-летние сидят в запасе. Какие-то плюсы, позитивные тенденции? Позитивные ребята работают, отдаются. Никто, как сказать, руки не опускает. Это радует. Будем работать дальше. Ну, вот у вас внутри не было такого чувства. Не знаю, может быть, у нас футболистам в какой-то степени не передалось. Вот эти вот неубедительные победы факела в последних турах. Вы же наверняка видели и смотрели, просматривали эти матчи все. Сегодня был другой факел? Ну, команда организованная, по игре мне понравилось. Что сказать? Ну, а отличается ли тот факел от того факела, который был сегодня? Ну, потому что все-таки не самые сильные команды играли с воровистами в последних турах. И были не самые убедительные победы. Ну, может быть, конечно, счет ни о чем не говорили? Тут еще играет психологический фактор. Видите, пропустили они, потом сразу два забили и им легче было. Они стали играть уже, как сказать, не думая о результате. Они вели 2-1. Мы пошли забивать где-то, получили третий мяч. Не, ну, по рисунку, вы просто в общие слова говорите. Хорошая команда. То есть и в тех играх она, в принципе, неплохо играла, просто так сложились. Кто больше забьет, тот и выиграет. В Воронежу или четыре забил. У нас бы Баранов забил второй мяч, может быть, при счете 2-1. Может, что-то изменилось. И так, когда все время на живых играть, то тяжеловато. Ясно. Вопросы у нас? Всё, спасибо. Спасибо за просмотр!